Семейный туризм Семейные туристы ночуют дольше. Помимо Таллина посещают и другие регионы, ведь они нередко проезжают в Эстонию на машине. Но и запросы у подобных гостей страны имеют свою специфику. Помимо ресторанов, шоппинга и традиционных развлечений, они заинтересованы в наличии семейных аттракционов. Именно поэтому Фонд развития предпринимательства провел конкурс на финансовую поддержку сооружения такого рода аттракционов. Претендентов было очень много и интерес очень высок. Бизнес верит в эту отрасль. А значит придут и инвестиции. И я разделяю их уверенность. Выбранные семь аттракционов победителей работают круглый год. Летом у нас много туристов, но надо чем-то привлекать их в межсезонье. Если говорить о Таллине, то в зоопарке появится тропический дождевой лес. В квартале Ноблеснера – современный центр виртуальной реальности. Но и за пределами столицы тоже будут привлекательные вещи. Всего на проект было выделено 15 миллионов евро. К концу прошлого года свои проекты по привлечению путешествующих семейств предложили 34 претендента. Сегодня фонд огласил имена семи победителей. Сумма поддержки в каждом случае составила от двух до двух с половиной миллионов евро. Примечательная география – от Сарома до Пыльцама. Мы приступаем к строительству уже очень скоро. Космопарк будет готов принять гостей осенью 2018 года. Это семейный парк для детей и взрослых. Он уникален тем, что работает круглый год. Его главным привлекательным моментом является возможность реально полетать и даже испытать чувство невесомости. Мы соорудим вертикальную воздушную трубу. Причем использовать ее смогут и любители, и профессионалы. Инвестиции в эту сферу вполне оправданы. Подобные аттракционы не обязательно размещать исключительно в столице. Они помогают вдохнуть новую жизнь и в регионы. В числе других победителей – центр иллюзий ВАЛ в Куресаре Насарема, готовый поразить посетителей незабываемыми впечатлениями, и центр морская звезда Меритахт, который под одной крышей объединит аквариум, водный центр и парк приключений в Западной Эстонии. В Таллинском зоопарке создадут тропический лес. Ну а для того, чтобы прокатиться на колесе обозрения, теперь не надо будет ехать в Лондон. Уже осенью будущего года в Вильямисте установят его конкуренты. Все проекты смогут стать новыми магнитами для туризма и имеют хорошие перспективы развития в будущем. Цель амбициозна – создать не менее 100 рабочих мест и привлечь дополнительно десятки тысяч туристов в год. Конкурс финансировался из европейских фондов, но и доля самофинансирования составила не менее 50%. Владимир Михалков, Екатерина Плехова, Рихопресс, Первый Балтийский канал.